Всем привет! Дядя Тюрдет прогноз на матч 18 тура Ла Лиги. Гранада-Барселона. Встречается седьмая и третья команды текущего сезона. Очные матчи. В последних десяти очных матчах команды 8 раз играли на обе забьют нет и 6 раз на тотал больше. У Барселоны 8 побед, 2 победы у Гранады. Статистика команд. Гранада в последних десяти матчах имеет 4 победы, 3 ничьих, 3 поражения. Барселона в последних десяти матчах имеет 7 побед, 1 ничью, 2 поражения. Гранада не проигрывает в последних трех домашних матчах. Барселона не проигрывает в последних семи матчах и выиграла три последние выезда. Как видим, в последнее время Гранада играет чаще низовые и нулевые матчи, Барселона результативные. В предыдущем туре Гранада в очередной раз проиграла на выезде Ибару 0-2. Это просто какой-то фатальный рок. Гранада на поле Ибара выполняет роль кролика в логове Удава и не может прервать длинную череду поражений от команды, которая нисколько не сильнее ее. Барселона выдала зрелищный матч против Бильбао. Команды последние три матча отыграли на 1-0, но теперь оттянулись по полной, наколотив аж 5 мячей. То, что Барселона сыграла посредственно в обороне, это нормально. А вот Бильбао немного неожиданно удивил, совершив ряд грубых ошибок, которые и привели к поражению. Гранада и Барселона играют очень бескомпромиссно. В последних десятиочных матчах ничьих не было. Восемь раз выиграла Барсия только два Гранада. Интересно, что в восьми случаях из десяти победы добывались с сухим счетом. В этом сезоне Гранада на своем поле забивала в каждом матче. Барселона на выезде не забивала в двух играх с Атлетикой из Хетафы. Гранада проиграла свой предыдущий матч Ибару в сухую. В этом сезоне Гранада не играла двух игр подряд, не забивая. Барселона в выездных матчах чаще пропускает, чем не пропускает. Последние три выезда в Ла Лиге Барселона выиграла. Это самая длинная победная выездная серия у команды Кумана. Поэтому здесь запросто можно ожидать результативной ничьей, скажем 1-1. Брать плюсовую фору на Гранаду нецелесообразно, потому что все свои проигранные матчи в этом сезоне Гранада проиграла с разницей в два или более мячей. Интересно, что на своем поле Гранада проиграла только Валье Долиду. Предстоящий матч для гостей не будет простым. В норме, конечно же, Барселона должна бы выиграть где-то на 1-2. Но Гранада может запросто откусить очки в этом матче. Команды, начиная с 2011 года, ни разу не играли между собой в ничью. Когда это да должно случиться. Поэтому тут запросто может быть ничья, но она, конечно же, далеко не очевидна. Из связки ставок тотал больше обе забьют да ничья, самый высокий коэффициент стоит на ничью 3.78. На обе забьют да 1.71, на тотал больше 1.49. Конечно же, вариант с ничейным исходом это для гурманов. Вариант с тотал больше вряд ли имеет смысл брать за такой низкий коэффициент. Тут уж лучше взять тотал меньше 3.5 за 1.69. Вариант с обе забьют да выглядит вполне рабочим и коэффициент имеет неплохой. Единственный момент, который смущает. В очных матчах соперники маловато играют на обе забьют да. Всего 4 случая против 10 на обе забьют нет. Но последние 2 очные матчи прошли на обе забьют нет. Это немного поднимает шанс на обе забьют да. Сейчас Барселона не так сильно и стабильно, как это было несколько лет назад. В то же время Гранада достаточно неплохо играет в этом сезоне. Правда и у нее случаются частенько провалы. Остается надеяться, что после неудачи с Эйбаром, теперь хозяевам удастся как минимум забить хотя бы гол. Барселона тоже скорее забьет, чем нет. Вариант с тотал меньше 3.5 тоже не Камильфо. Команды 6 из 14 матчей играли на тотал больше 3.5. И последние 2 игры были низовыми, что также повышает вероятность результативного матча. Поэтому наиболее ожидаемой ставкой здесь можно признать вариант с обе забьют да за 1.71. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.